Почти как на войне. У молодых ребят в руках боевого оружия, патроны всегда в запасе. Минувшие выходные в Караганде прошла игра в пейнтбол. Впервые в ней принимали участие представительницы прекрасной половины человечества. Что из этого получилось, наблюдал Николай Кровец. Место для состязаний выбрали на окраине города. В здании заброшенная психиатрическая больница. Перед началом игры инструктор рассказывает о правилах и как правильно пользоваться оружием. Первый урок для девушки запомнится надолго. В игре решили принять участие 20 карагандинцев. Команды разделились путем жеребьевки. После распределения одной из команд на руки надели красные повязки. Группа А заняла оборону в здании, а группа Б в окрестностях. После сигнала началось сражение. Смысл этой игры заключается в том, чтобы попасть в противника. Это мирная игра. Можешь вызвать всю свою злость на человека, но ты его не убьешь. Просто, может, синячок оставишь. Игра, которая позволяет тебе двигаться, развлекаться, отдохнуть с друзьями. Эта игра вызвала еще больше интерес у молодых ребят. Потому что в ней впервые принимают участие две очаровательные девушки. Александра и Екатерина не пожалели, что потратили здесь свое время. Вообще игра пейнтбола как игра, в принципе, интересная. Дает очень большой выброс адреналина. Для девушек участвовать не очень легко, я бы сказала. Да. Но нам очень нравится. Мы видели очень много игр и решили принять участие. В принципе, мы не пожалели. Очень понравилось. Ну, с девушкой в паре, в принципе, играть хорошо, если она не боится. Сзади не остается. Девушки у нас не хуже пацанов сейчас. С духом. Такие игры нужны, считают участники и сами организаторы. Они отвлекают молодежь от вредных привычек, а самое главное – заряжают позитивной энергией. Николай Кровец, Асхат Ибедулов, Первый Карагандинский.